В Национальном музее представили научную реконструкцию восьмого золотого человека, найденного в Кургане Таскопа. Торжественная церемония открытия состоялась в Зале Древнего Искусства и Технологий Великой Степи. В 2019 году археологи под руководством Армана Бесимбаева проводили раскопки на могильнике Таскопа Тимирского района Актюбинской области. Они обнаружили золотые украшения и древние находки, принадлежавшие сарматскому вождю 4-3 веков до н.э. В очень глубокой могильной яме, глубиной около 6 метров, были получены вот эти находки. К сожалению, яма в древности еще была разграблена грабителями, но это ровесники того времени. Просто была борьба кланов и частенько такие моменты наблюдаются. Но все равно вещи частично в полной сохранности до нас дошли. Плюс в засыпи постоянно попадались, к сожалению, кости человека, лошади, вот эти золотые предметы и так далее. Археологи обнаружили золотые предметы, одежды, ремни, нетронутый колчан, сумку, меч, наконечники стрел. Реконструкция проводилась очень тщательно, обсуждалась каждая деталь. Над воссозданием образа древнего сарматского вождя работала большая команда реставраторов. Оригиналы на ходах были у нас на руках. Смотря на оригиналы, мы создавали копии. Это не художественная выдумка, а большая научно-исследовательская работа. Миллиметр за миллиметром мы в точности воссоздали этот образ. В Национальном музее представлена копия артефактов. Оригиналы хранятся в Октюбинском областном историко-археологическом музее. В музыкальном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Шанель номер 5». Историческая постановка посвящена памяти жертв Алжира, автор документальной драмы Мадина Умарова. Перед тем, как взяться за эту работу, мы, конечно же, сначала посетили мемориальный комплекс Алжир, который находится в Акмолинской области. Сотрудники музея предоставили нам записки женщин, отбывавших наказание в те годы. И этот спектакль является документальным произведением. Конечно, для большей драматичности мы добавили некоторые моменты, но в целом постановка основана на реальных жизненных событиях. Основой документальной драмы «Шанель номер 5» стали образы женщин, которые хранили верность своим мужьям в самые трудные минуты жизни. И даже когда ради идеи своего возлюбленного были загнаны в Алжир, не запятнали и не утратили силы духа. В основном здесь задействованы актрисы нашего театра. Они играют роли жен политических и творческих деятелей, которые были арестованы. Макпал Дуйсен отлично сыграла роль Гульджамал Майлиной. В образе Жанбекешаниной на сцену вышла Акшинар Калдебай. И Набад Резабекова выступила в роли Дамеш Ермековой. Все они и не только были вынуждены провести свою жизнь за решеткой. В новой постановке театра юного зрителя используются такие понятия, как драгоценность независимости и свободы, полученные кровью наших предков и слезами матерей. Ночь Врубеля прошла в Третьяковской галерее. Это специальный проект к акции «Ночь искусств», посвященный главной выставке сезона Михаил Врубель. В этом году акция прошла полностью в онлайн-формате. Запись эфира сохранилась на официальном YouTube-канале Третьяковской галереи. Зрителям представили онлайн-прогулку по выставке Михаил Врубель, а также концерт Кирилла Рихтера и Константина Дорохова. Композиторы впервые исполнили свои произведения, посвященные творчеству художника и одной из его культовых работ «Демону». Концерт сопроводила генеративная диджитал-инсталляция о наследии Врубеля. Королевский балет представил фильм, посвященный десятилетию фонда Фредерика Аштона. Он опубликован на официальном YouTube-канале Театра. Зрители могут увидеть фрагменты известных постановок британского балетмейстера. Хореограф Фредерик Аштон был не только свидетелем последних преобразований и революций в истории балета, но и одним из ключевых создателей нового балетного мира. Он был директором королевского балета, автором сотни балетов, дальновидным художником с реальной силой характера. Его хореография отличается мягкостью, гибкостью, классическим лиризмом. Он много работал и сотрудничал с Марго Фонтейн, для которой создал наиболее известные ее роли. Деятельность хореографа способствовала росту всемирной репутации британского балета в 20 веке. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 25 декабря в филармонии имени Жамбыла пройдет рождественский концерт органной музыки. В Театре Ермашова 25 декабря можно увидеть комедию «Боинг, Боинг». 26 декабря в Театре имени Тахауи Ахтанова труппа даст спектакль «Забыть Геростата». Ахтанова труппа даст спектакль «Забыть Геростата». Ахтанова труппа!